Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 5 октября. Житие преподобного Дамиана Печерского. Когда мы, одержимые болезнями душевными и телесными, будем, по слову Писания, призывать на помощь пресвятеров, дабы совершили они над нами помазание Елеем, то призовем с ними мысленно и угодившего Богу пресвятера и целителя, блаженного Дамиана, добрым подвигом подвязавшегося в Святом Печерском монастыре во время игуменства преподобного Феодосия. Этот достойный удивления инок весьма ревностно подражал ангельскому житию и всем добродетелям преподобного Отца и наставника своего Феодосия. По свидетельству многих он был смиренен сердцем, послушлив, покорен всем. Особенно же обитавшие с ним в одной келье были очевидцами его кротости, ночного бодрствования, прилежного чтения священных книг и частого вставания на молитву. Те же очевидцы рассказывают и о многих других подвигах этого мужа, который был таким постником и отличался таким воздержанием, что кроме хлеба и воды ничего другого не употреблял в пищу до самой своей смерти. За свою благочестивую жизнь он удостоился получить от Господа дар чудотворения, особенно же благодать исцеления болящих, подобно святому бессеребреннику чудотворцу Дамиану, имя которого носил. Приносил ли кто к преподобному больного ребенка или приводил к нему взрослого человека, страдавшего каким-либо недугом. Феодосий повелевал блаженному Дамиану творить молитву над болящим. Со смирением и безропотной покорностью, считая себя недостойным дара исцеления, творил тогда Дамиан над болящими молитвами и помазывал их святым елеем. И Божья благодать ее все получали исцеление и уходили здоровыми. Так блаженный Дамиан много лет богоугодно подвязался в иноческих трудах и, совершив много дел для душевного своего спасения, соделался достойным вечной жизни. Достигнув конца этой временной жизни, он впал в болезнь и, видя приближающуюся кончину, стал со слезами молиться Богу. «Господи Иисусе Христе, сподоби меня быть соучастником славы святых Твоих и с ними удостоиться Твоего Царствия. Молюсь я Тебе, Владыка, не отлучай меня от отца и наставника моего преподобного Феодосия, но притчи меня вместе с ним в Твоем свете, который Ты уготовал праведникам». Когда он так молился, внезапно предстал у ложа его ангел в образе преподобного Феодосия. Склонившись к Дамиану и с любовью целуя его, он говорил ему, «Чадо, Господь, коему Ты молишься, послал ныне меня возвестить Тебе, что прошение Твое будет исполнено. Ты будешь причстен к святым Его и с ними вселишься в Царствие Небесном, Владыки. Когда же Господь повелит Тебе представиться от всего мира и идти к Нему, тогда мы будем неразлучны и в том свете». Сказав это, ангел стал невидим. Блаженный Дамиан понял, что ему было явление от Бога, ибо он не видел, чтобы говоривший ему входил или выходил дверями, но на том же самом месте, где явился, там и стал невидим. Тотчас призвал он послушника и послал его к преподобному Феодосию, прося его прийти к себе. Когда святой немедленно пришел, блаженный Дамиан с радостным лицом спросил его, «Так ли будет, отче, святый, как Ты обещал мне сегодня в видении?» Преподобный Феодосий, не зная ничего, отвечал, «Не знаю, сын мой, что такое я обещал Тебе». Тогда блаженный Дамиан рассказал ему, как он сам молился и как явился ему некто в образе преподобного Феодосия, давший такое обещание. Услышав это, Бога Духновенный Феодосий восхвалил Бога и со слезами сказал преподобному, «Поистине, чадо, будет так, как Тебе обещано. Ибо Тебе в образе моем явился ангел Божий, я же сам, будучи грешным, как могу обещать такую славу, которая уготована праведникам?» Блаженный Дамиан, услышав все ей слова, исполнился радости и надежды. Между тем к нему в теле собрались иноки, всех он облобызал и в добром исповедании с миром предал душу свою в руки Господа. Когда ангелы пришли за ней, просияло лицом, являя радостное разлучение души с телом. Представился в 1070 году. Тогда преподобный Феодосий повелел ударить в Било, чтобы собрались все братья. С пением и великой честью погребли они в пещере честное тело Христово угодника, честь славимого в Троице Бога. Молитвами блаженного этого целителя Дамиана досподобит Господь и нас быть в бесконечные веки участниками царства своего, где нет болезни. Аминь. Вашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok